Везет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок. Срубил он денег в легкую и едет в кабачок. Догутов, друзья, смотрите на канал. У нас в Горчак сегодня Александр Рева. Добрый, Александр, вам день. С Новым годом. Саша, с новогодними праздниками. Саша, скажи, что ты сегодня будешь готовить? Я просто хотел, перед тем, как я скажу, что я буду готовить. Какой у тебя рост? У меня... У меня метр восемьдесят, а у тебя? Два пятьдесят семь. Я разрушаю. Разрушаю этот стереотип. Не получился наш новогодний розыгрыш. Новогодние репризы это было. Я сегодня буду готовить. Да я тоже сойду с подиума. Ну-ну-ну. И что сегодня, Саша, ты будешь готовить своим поклонникам, поклонницам, голодным. Поклонницам и поклоннику. Я буду готовить русское блюдо, которое называется, дорогие друзья, курица в пиве. Курица в пиве. Я это никогда не готовил. Мир, значит, и второе блюдо, это будет итальянское, итальянское блюдо, итальянский салат, помидоры черри, руккола, моцарелла, под соусом песто. У нас даже не только помидоры черри, у нас помидоры, смотри, тигряши. Год-то тигра. Тигряне? 2010 год, год тигра. Тигровые помидоры. Кстати, подожди, этому научил меня Вольф Мессинг, смотри, вот. Класс, смотрите, вы видели? Вы видели? Потрясающе. Обычно после этого говорят, покажи еще, почему ты не говоришь? Просто меня научил Вольф Мессинг, что не надо верить. Давайте начнем, наверное, ну, мне кажется, курица в пиве готовится дольше, чем салат песто. Да, правильно. Значит, предлагаю начать с курицы, с пива. Значит, курица в пиве, она будет у нас запекаться, жариться, мариноваться. Она будет запекаться. Запекаться. Запекаться в духовке, поэтому я... Духовка разогрета. Так, давай, значит, Саша, смотри, значит, у нас есть курица. Сейчас я ее найду, подожди, где курица? Да, у нас есть курица. Видимо, вот эта курица. У нас есть пиво. Наливай пиво в курицу. Все, вот так. Нет, у нас есть курица. Смотри, пиво мы взяли простое пиво. Вот простое пиво. Мы сначала должны сделать соус, приготовить соус, так сказать, чтобы замариновать эту курицу. А, залить им курицу. Не залить, а обмазать. Хорошо. Тогда давайте, Саша, я тебе даю специально. Ты будешь заниматься курицей? Я тебе даю для курицы. Я буду заниматься курицей. Ты режь лук, я займусь маринадом. Ты займешься маринадом. А мне ты предлагаешь заняться? Овощами. Ты моложе меня, поэтому... Или ты старше? Сколько тебе лет? Все, первое слово дороже второго. Я моложе тебя. Намного. Итак, 15 минут. Лук мы нарезаем кольцами, да? Колечками. Колечками нарезаем лук. Саш, а вообще часто удается тебе готовить? Нет, если честно, я раньше готовил, потом бам, женился, и все. У тебя судьба друг у многих строителей Байкала-Амурской манистерации. Я даже не знаю. Бам, женился. Я, кстати, был на баме. Серьезно? Я строил бам с родителями. Мне было 11 лет. Ты что, тебе же серьезно? Я серьезно говорю. У меня мама, она очень любила клуб кинопутешественников. Да. Она смотрела эту программу. Юрий Селкевич, турнир, дал. Да, и то, что вот показывали в этой программе, она после программы буквально собирала вещи и ехала... Знаменитая путешественная мама на Кайманово острова? Ты не представляешь, там... Ну, она везде побывала. Серьезно, да? Ну, вот такой вот у меня интересный человек. Ну, как это мама... Подожди. Мама побывала... Ну, это... Как это? То есть, когда они... Ну, как? Показали. Очередная программа была о баме. Мама стала свидетелем этой программы и все. И решила поехать на бам? Говорит, собирайтесь. Собирайтесь. У меня еще сестра, близнец. Так. Ну, двойняшка. Угу. Собирайте вещи. Мы едем на бам завтра. Ура, ура! Сокричала. Я говорю, мам, подожди, у нас же здесь все. У нас здесь... У меня учеба. Я на доске почета. Я круглый отличник. А ты на доске почета был... Я висел на доске почета. Круглый отличник? Круглый отличник. Такое еще, помню, выражение лица такое. И вот так дети ходили и аплодировали. А кто не аплодировал, ты бил. Я вот так и говорю. С фотографией вот так. Так. Все. Я два года прожил на баме. Байкало-Амурская магистраль. Поселок Новый Ургал. Да, смотри, что мы делаем. Подскажи мне, мне нужно выдавить чеснок. Там была фраза в интернете. Отлично. Смотри. Раз. Два. Мы заговорили на литовском. Трис. Вот сюда прямо? Да. Саш, но несмотря на то, что ты старше, ты гораздо сильнее меня. О чем и многие твои... СМЕХ Так, давай, ты только ножичком вот это все счищай. Аккуратно. Давай ножничком. Ножничком. Раз. Ножничком. Счистили. Слушай, ну это... Подожди, а куда мы лук складываем? Это мы потом будем им обкладывать... Смотри, это мы будем класть на дно утятницы или что-то. Соответственно, нам нужно больше лука, да? Мне нужен майонез. Майонез. Вот так вы думаете, да? Смотри, две ложки майонеза. Ты можешь сюда положить? Раз. Раз. Два. Раз и два. Ну, я думаю, что три. Три ложки майонеза. Гуляем сегодня. Нет ли соус соевый? Он. Он. Ты можешь мне дать большую ложку? Большую ложку, пожалуйста. Подарить. Извини. Смотри, что мы делаем. Внимание. Мы берем, наливаем на ложку и выливаем. Понимаешь? Наливаем, выливаем? Наливаем и выливаем. Запоминай, не перепутай. Не выливаем, наливаем. Отлично. Здесь мы... Смотри. Вот это и есть тот самый маринад, о котором я тебе говорил. Саша, ну а у тебя есть... Ну ты замечательно выглядишь. Ты один из немногих людей, которые связаны с юмором и с классической музыкой, что скрывает. Который замечательно выглядит. Каким-то образом. Есть какое-то специальное мнение, Александр Ривы, которое позволяет тебе держаться в форме. Не отращивать барабас. Нет, существует диета. Ну как, не диета, просто... Я предлагаю, когда просыпаешься, нужно сделать зарядку перед тем, как ты позавтракаешь. 4-5 минут максимум. Зарядка со спиной. Серьезно, да? 4-5 минут. Каждый день. Вот говорят, что нужно сделать зарядку для того, чтобы... Я где-то слышал, чтобы один раз, чтобы стало жарко, прям кровь пошла по организму. Это значит, все нормально. И душ. Дальше. Какую зарядку ты делаешь с утра, Саша? Значит, я отжимаюсь от пола 400 раз. Да, ну конечно. Это очень просто. За 5 минут, чтобы... И душ. Теряю сознание. Ну естественно. Жена вызывает скорую помощь. А они далеко и не отъезжали после вчерашней зарядки. И мы вместе пьем кефир натощак. А ты пьешь кефир натощак, да? Ну желательно. Давайте похлопаем к Саше. Нет, на самом деле просто не пейте, не курите. Никогда. Смотри, смотри, настал тот момент, когда мы... Когда мы... Смотри, что мы делаем. Да, правильно. Очень хорошо. Это так мне нравится. Давай. Ей нравится. Саш, еще внутри нам нужно сделать. Саш. Ты прошел час. Все. Смотри, видишь? Да. Так, все. Так, лук у нас... Подожди, нам нужна форма для запекания. Правильно я понимаю? Ну, утятница, как ее называют. Нам нужно еще морковочку. Натерочку. И на терочке, да? Одну секундочку. Я натираю. Так, у нас маринуется наша курочка, да? На самом деле все. А, нам нужно, я совсем забыл, нам нужно почистить картофель. Картофель? Да. Это я попрошу сделать тебя. Бери картофель. А зачем нам его, скажи, чистить? Потому что мы обложили им курицу? Да, мы будем обкладывать им курицу. Так. Если честно, я сто лет не чистил картошку. Представляешь, сколько мне было? Да. Дорогие друзья, СМАК на Первом Канале мы продолжаем вместе с Александром Рева готовить курицу в пиве. Правильно, Ревой говорить. Я прошу прощения, вместе с Александром Рев... Ты пошел отсюда? Специально для тебя. Это утятница. Ой-ой. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Мы, мы... Сначала выкладываем лук, да, на дно. Сначала выкладываем лук. Мы выкладываем колечками лук на дно. Лук на дно. А не лук на дно? Сделаешь ли ты вот что? Не выложишь ли ты подушку из морковочки? Да. Давай-ка, а я пока дорежу картошечку. Саша, а как встречали Новый год вот там, на Баме вы? Вот помнишь, это холодно там было? Было очень холодно, но весело. Как сейчас помнишь, когда мы приехали, буквально через неделю мама стала директором, поскольку она была очень энергичной человеком, культмассовый сектор. А мама каким-то образом задействовала вас с сестрой в культмассовых мероприятиях? Играли ли вы маленькие, Чука и Гега, играли ли вы в постановку? Ну, ты можешь представить, да? Это городской... Поселок городского типа. Поселок городского типа. 20 тысяч человек. Молодая семья, люди из двухмиллионного города. Приезжают. Мама заведует культуру массового сектора. Маме сразу буквально. Через неделю достается новый деревянный дом культуры, клуб. Я уже преподаю, можешь представить, я преподаю кружок современного танца. Это меня удивляет в определенной степени. Вопрос в том, кто ходит на... Ходят, вот самое интересное, ходят 17-18-20-25-летние... Работяги. 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 Вот строители, он положил. Они ходят, говорят, пойдем в клуб посмотрим, там парень танцует бальные танцы, 11-летние. Ну ты вспомни, 86-й год. Как сейчас помню. Вот сейчас помню, 86-й год, брейкдаунс, хип-хопа тогда еще не было. Ну там-то был уже. Не был. Ты же преподал танец. Нет, ну ты как раз привез его туда. Ты привез хип-хоп? Подожди, ты привез хип-хоп на БАМ? Я привез не хип-хоп, я привез брейк-данс на БАМ. Ах, как я люблю. Да, все это мы... Путешествия на БАМ. Так. Все, можешь представить, 11 лет. Так. Я преподаю, у меня коллектив, человек 40. То есть это был первый состав Тодеса получается? Да. Смотри, что я делаю. Да, вот, кстати. Я хочу посолить чуть-чуть картошку, кстати, и курочку можно было. На самом деле, это мы должны были сделать чуть позже посолить. Я просто вот так вот бы это сделал, и все, чтобы она... Смотри, что мы делаем. Сейчас ответственный момент. Так. Мы берем эту курочку. Так. Такая прохладненькая. Очень. Кладем ее вот прямо, да? Нет, на самом деле вот, она, мне кажется, вот так будет, вот так смотрится. Посмотри. Нет? Она несколько расслабленно лежит. Все, смотри, что мы делаем. Так. Мы выкладываем картошечку. Вокруг курочки, да? Вокруг курочки. Обкладываем курочку. Буквально обкладываем картошечкой. Курочку. Курочку картошечкой. Прекрасно. Так. Можно ответственный момент? Я прошу вас. Значит, мы сколько, во-первых, очень важный момент, сколько пива? Мы... По какую часть курицы мы должны ее залить? Я думаю, что мы оставим какую-то часть, спинка пусть выглядывает. Я думаю, вот это все, это все будет на глаз. Смотрите. Да. Все, есть. Дорогой Саш, теперь мы закрываем. Вот такая картинка должна получиться, друзья, посмотрите. Теперь мы это закрываем. Температура какая у нас? 180 градусов. Ну, 200. И на температуру даже 200, да? Ставим 200 градусов и отправляем в духовку на 40 минут минимум. А потом мы снимаем крышку. Включаем. Все. Займемся итальянским блюдом. Итальянское блюдо. Салат. Салат песто лето. Для начала... Я сам, кстати, придумал это. Песто лето? Песто салат. Соус песто. А лето летний салат. Прекрасная идея тебе пришла. Саш, в голову. А давай мы начнем тогда, с твоего позволения, соуса песто. Да, соуса песто. Что нам нужно для соуса песто, потому что я пропорции, честно могу тебе сказать, не помню. Я помню. Должен их помнить ты. Нужны кедровые орешки. Сколько? Ровно половину. Половину вот этого, да? Да, чтобы не перебить вкус. Мы можем сразу их засыпать вот туда. Мы же должны будем их измельчать, да? Да, можно. Ну, я думаю, вот, я думаю, вот это количество базилика. Хватит? Хватит. А ножки? Ножки нужно отрезать. Согласен. А может быть мы сразу листочки просто туда покидаем? Смотри. Ну, это будет долго, мне кажется. Нет, это будет зато как приятно. Смотри. Раз, два, три. Что еще туда добавляется? Добавляются кедровые орешки, базилик. Мы... Соль. Туда же. Прямо вот сейчас соль. А оливковое масло. Оливковое масло. Мы добавляем в процессе, да? Да, пармиджану, пармиджану. Так, натирай, натирай. Можно, уже можно перемешивать? Как ты думаешь? Да подожди ты. Давай три. Это мои технологии. Ну, важна же, наверное, пропорция, а мы ее, по-моему, не соблюдаем. Соблюдаем. Да? Все правильно? Там один листик базилика лишний. Саш, подожди, может, хватит? Подожди, Саш. Остановись, Саша. Сашенька. Достаточно. Нет, ты, я напоминаю, ты тер не сюда, а вот сюда. Боже мой. А я думаю, почему так мало? Подожди, засыпаем? Ты представляешь? Засыпаем прямо сейчас или потом добавляем? Тогда много получается. Или потом добавляем. Или потом добавляем, Саша. Дед, смотри, что мы делаем. Мы, да, сейчас. Можно я это сделаю? Я прошу тебя. Это мой соус, отстань. Так, подожди. Давай, ну что, начинаем? Подожди, а ты полил уже? Все налил? Мы чуть-чуть попозже. Это будет в процессе. Надо по чуть-чуть наливать. Не, мне кажется, надо все сразу. Есть. Так, рошен пармезан. Рукола, как дурочка валяется перед нами. Рукола не трогает. Рукола очень хорошая, добрая. Она приносит счастье людям. Да? Рукола. Рука. Рука. Рука дружбы. Я понимаю, да. Ты чувствуешь? Да, я чувствую. Смотри, мы бросаем помидор черри. Может быть, сначала мы бросаем руколу. Ну, хорошо. Помидоры. Помидоры черри. Они такие разные, разнообразные. Красные, черные, желтые. Видишь, какая рифма. Прекрасный. Самое главное, что салат нужно перемешивать руками. 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 Моцарелли. Руками. Так, все. И, немаловажно. Моцарелли. Моцарелли. Смотри. Это уже второй. Как ты сделал? Подожди. Вольф Мессинг научил меня этого. Так, сколько нам моцарелли ввели? Я думаю, что... Вот так, все. Куда уж. Ну, вот так. Перемешиваем. Смотри. Моцарелла напоминает маленькие веселые снежки. Из них можно... Из моцареллы можно построить снежный городок. Невозможно. И самое главное. Соус песто. Соус песто. Самое главное, что у соуса песто должно быть... То есть, друзья мои, это лето. Этот салат называется лето, без соуса песто. А соусом песто этот салат будет называться песто лето. Ты меня слышишь или нет? Я слышу тебя. Знаешь, мне кажется, что соус песто, посмотри. Ну что? Песто. Ну, куда? Ну, как-нибудь, конечно. Давай. В чем боже. Ты же тоже это... Саша, ну... Подожди, подожди. Так. А потом он... Потом я научился, я рос, я совершенствовался, и я научился уже отсюда... Тихо, 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 тихо. Саша, давай. Все. Нет. Куда, Саша, все, хватит. Все, хватит. Все, хватит. Вот смотри. Да, не пожалел. Новогодняя забава. Не пожалел ты песто. Да. Саша, я думаю, что мы можем прямо сейчас попробовать. Сейчас я подготовлю картинку. Саша. Да, ну подожди, подожди. Вот. Фотография должна быть симпатичная. Саш, давай я расскажу, как мы это все готовим. Значит, базилик, кедровые орехи, оливковое масло и пармезан. Все смешивается в блендере в пропорциях, которые подскажет вам судьба. Вот так я бы сказал. Значит, порезали помидоры черри, маленькую моцареллу, руклу, и все это перемешали руками. И, в общем, все у нас готово, сало простой. Саша, а не было так, что вот ты, допустим, работаешь там в камеди-клабе, идешь какой-то концерт, и у тебя подходит такой человек, уже достаточно немолодой, по форме железнодорожной, и говорит, я ваше ученики. Не могу вот это вот? Было, было. Вот это вот все. Он уже подходил ко мне вот так. Да, твои ученики. Слушай, подожди, только что ты сделал движение. Смотри. Так это же мое движение. Это твое знаменитое движение. Так вот, подожди, у меня точно отец ездил на гастроли на бар. И несколько... Подожди, отец Андрей его дал? Да. Да, подошел ко мне какой-то взрослый мужчина, все еще тогда засмеялись, думаю, ну, он говорит, научите меня. Смотри, что я тебе предлагаю делать. Опля. Опля. Смотри, Саша, а почему нам никто не хлопает салата у нас? Посмотрите, получилось. Получилось. Саша, у тебя есть несколько ярчайших персонажей. Один из них Артур Пирожков, а другой из них бабушка. А можно я попрошу, пока у нас есть время готовиться курица, чтобы ты в своем знаменитом образе бабушки поздравил наших зрителей с Новым Годом? Да. Ну, хорошо. Сейчас, мне нужно превратиться в бабушку. Это же, кстати, никто никогда не видел, как я превращаюсь в бабушку. Спрячься за елку. Пожалуйста. Выйди из за елки. Подожди, подожди. Смотрите. Саша. Саша. Звум. Саша. Это бабушка? Уважаемые эти, кого мы поздравляем? Москвичей. Бабушка. Мы снимаем с ним в Москве, значит, москвич. Мы поздравляем россиян. Уважаемые россияне, мы поздравляем вас. Я поздравляю, я бабушка, я поздравляю вас. С Новым Годом желаю всего хорошего. Ванечка, спасибо тебе, что ты даришь нам хорошее настроение. Спасибо. Ну, и я тоже, нет, нет, рядышком буду где-то находиться. Я просто вот смотрю на бабушку, Саша. Саша, ты там? Мне нужно превратиться. Саша! Отдайте Сашу! Она мне стала мешать, эта бабка, она стала просто... Ничего я тебе не мешаю. Опять, она... Бабушка, съешь ты рукава. Мне реально тяжело. Да это видно. Мне очень тяжело. Саша, да, попробуем рукава. Все, давай, я не хочу. Причем, я хочу попробовать, я, Саша, хочу попробовать. А живет эта старуха? А живет эта старуха. Вот. Все, она ушла. Да, но тебя всего замазало. Но успела. Саша, у нас есть... Ты как человек, который работает на телевидении и снимается в кино, ты знаешь такую вещь, которая называется монтаж. Наша программа выходит в прямом эфире, и наша программа, единственная программа в мире, в которой в прямом эфире используется монтаж. Сейчас ты это увидишь. Этому научил меня Вольф Мессинг. Раз. Два. Три. Ты понимаешь, что произошло? Посмотри, Саша. Вот такая ряда. Да, да. Смотри, что произошло. Дорогой Саша, я хотел бы прямо сейчас напомнить всем, как мы готовили ту самую курицу, которую через одну секунду будем пробовать. Значит, что мы сделали? Ты меня поправляй, если я не прав. Мы взяли лук, порезали кольцами, постелили на дно утятницы. Сверху мы натерли морковочки. А после этого мы взяли курицу, обмазали ее соусом, который сделали из выдавленного чеснока, майонеза и соевого соуса, обмазали всю, посолили, положили на вот эту подушку из лука и моркови, сверху обложили всю картошечку, почищенную и порезанную на четыре части, и залили все это бутылочкой хорошего пива. И после этого мы это отправили... Верно говоришь. ...на достаточно долгое время в духовку. Курица должна быть готовой. Под крышкой открыли крышку. Курица жареная. Мы уже открывали крышку во время монтажа. И вот, друзья, перед вами царица-матушка. Смотри, какая курочка. А? Посмотри, как пропеклась. Вот какая она. Вот какая она. Вот смотри, какая курочка. Посмотри, нежная получается как, да? Очень нежная. Очень нежная. Ну что, Саш, давай. Ну попробуем. Попробуем. Твою знаменитую курочку с пивом. Слушай, а вкусно. А как картошечка проварилась, да? Прям пропеклась внутри. Саш, знаешь что? Я... По-моему, все. ...от нашего спонсора. Уникальный фильтр Аквафор. С уникальными волокнами Аквален. Которые позволяют делать воду кристально чистой. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был Александр Рева. Спасибо. Саш, сейчас вернусь к тебе. Спасибо, Вань. Мы будем доедать. Друзья, у нас пауза. Смотрите на следующей программе. И вы узнаете, что шницель в переводе с белорусского означает Дедушка Мороз. Просыпайтесь, немцы ушли. СМЕХ